Приветствую вас, Андрей. Я понимаю ваши чувства, понимаю ваши переживания, понимаю, что вам сейчас плохо, вы чувствуете себя как в клетке, вот. Но вы знаете, мне почему-то показалось, что вы в своей интерпретации ситуации, ну, не совсем объективно. То есть, здесь у вас, по-видимому, имеют место быть страхи. То есть, изначально страх у вас был, значит, такой, что как бы, значит, ваша жена может вам изменить. Вот. То есть, как бы, вот, вы боялись, видимо, этого изначально. Боялись того, что она может вам изменить. И, соответственно, этот страх того, что она может вам изменить, сейчас он проявлял, проявился просто. То есть, он просто проявился этот страх. И все. Потому что, любовница, то есть, любовник, простите, любовник вашей жены не доказан. Это первое. Это первое. Второе. Как бы, любой человек, он, ну, имеет право на ошибку. И я не оправдываю, конечно, но за четыре года все, что угодно может случиться. И женщины, они, как правило, в этом случае просто апеллируют к тому, что говорят, а ты знаешь, как мне было для себя тяжело. Ну, то есть, что-то типа того, да. Вот. То есть, поймите правильно, я не обрадовываю вашей жене, но хочу просто, чтобы вы понимали, да. Чтобы вы понимали этот момент. Что, чтобы она не сделала, да, чтобы она не сделала, не обязательно она руководствовалась тем, чтобы причинить вам, там, к примеру, боль, обязательно, да. Не обязательно она руководствовалась тем, чтобы, ну, чтобы вам было плохо. То есть, этот момент, его обязательно нужно учитывать, если мы говорим в этом контексте. Но это еще, конечно, не все. Потому что объективно, чисто, чисто объективно, вы попали для себя в очень непростую ситуацию, когда вы не можете, не можете ничего сделать, находясь вот, собственно, там, где вы находитесь, да. Как бы вы ни пытались, да, но сделать вы ничего не можете. И устраивать скандал сейчас, ну, ничего не даст. А у вашей женщины действительно может быть кризис, у вашей женщины действительно может быть сейчас такой, как бы, упадок сил, да, нежелания там, к примеру, ждать вас и прочее. Это да, это все вполне реально, это все вполне может быть. Вот. Но вы этого не узнаете до тех пор, пока не будете свободны, до тех пор, пока не сможете все вживую увидеть. Поэтому, я думаю, что наилучшим вариантом для вас было бы сейчас ее отпустить и, соответственно, просто отбить свой срок, да, может быть постараться выйти раньше, если есть такая возможность. Ну, если представить такая возможность. Вот. И, соответственно, уже на свободе все эти вопросы решать. Вот. Потому что, ну, в любом другом случае, да, ничего абсолютно хорошего из, вот, любых ваших действий сейчас не получится. Вот. Женщина, она совершенно очевидно настроена, значит, как сказать, настроена решительно, да, настроена, настроена серьезно. Вот. Вот. И, значит, если вы будете сейчас на нее давить, то это умолять, украшивать там или устраивать скандал, ну, это, опять же, еще больше дискредитирует вас в ее глазах и ничего хорошего по итогу из этого не получится. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Что вы вот пишете, да, что вы не находите себе места и не знаете, как это пережить. То есть вы, ну, испытываете, значит, серьезные негативные эмоции. Свои. Свои. Да. То есть подумайте, на кого направлены, на кого нацелены, на что нацелены и на что направлены ваши чувства. То есть это направлено и нацелены на, допустим, как сказать, на женщину. То есть вы переживаете, да, к примеру, да, из-за нее или вы переживаете так из-за себя. Потому что, вот, мне кажется, что переживаете вы больше за себя. То есть вам плохо, вам тяжело. Давайте тогда, если вам плохо, вам тяжело, поисследуем, да, поисследуем. Вот вы пишите, значит, как быть, что делать, да, чтобы что, как быть, как быть, чтобы что. Люблю ее, без нее не представляю жизнь. Опять же, давайте разберем, что такое любовь в вашем понимании, что вы понимаете под любовью. Потому что, ну вот, интересно, интересно, интересно было бы поисследовать ваше представление о любви. Чтобы, ну, чтобы лучше его понимать, чтобы лучше в нем ориентироваться. Чтобы понять, любовь это у вас, действительно это у вас любовь, или это, или это что-то другое. Вот, понимаете, какая штука. Потому что, вот, судя по реакции, да, вашей, судя по вашему состоянию, здесь, помимо любви, есть еще и достаточно серьезная, видимо, какая-то привязанность. Вот, эмоциональная, эмоциональная привязанность к человеку. Вот. А это уже очень похоже на, собственно, собственно, зависимость. А зависимость очень плохое подспорье для выстраивания отношений. Вот. Поэтому, я рекомендую вам на это обратить самое пристальное внимание. Дальше вы пишете, значит, люблю ее, как без нее не представляю жизнь. Дальше, понимаете, да, какая история. То есть, вы самого себя забываете, вы самого себя обесцениваете, и возводите в абсолют, соответственно, свою женщину. То есть, насколько вы обесцениваете самого себя, насколько вы идеализируете женщину, настолько вы, как бы это сказать, настолько вы предаете ей иллюзорный образ. То есть, она как бы чувствует, что вы видите ее не такой, какая она есть. И, может быть, раньше это не чувствовала, да, потому что вы прожили достаточно много времени. Может быть, раньше это не чувствовалось, может быть. Раньше это, может быть, она не замечала. Но, эээ, сейчас, сейчас она это почувствовала, например. И ей это тяжело и неприятно, например, всего того, что она, как раз таки, нуждается в поддержке, а вы, наоборот, вы от нее чего-то ожидаете, да, то есть, вы в ней нуждались, что она, она хотела бы, чтобы, не вы в ней нуждались, да, а, как бы, ну, поддерживали ее. То есть, это такие, на самом деле, достаточно тонкие материи, да, то есть, эээ, сейчас это, эээ, достаточно сильно, из области, эээ, из области предположений, конечно, конечно, вот. Но, тем не менее, тем не менее, да, эээ, тем не менее, то есть, вот то, что вы не представляете своей жизни, жизни, своей жизни без нее, это, эээ, на мой взгляд, ну, достаточно, эээ, серьезная проблема, потому что, еще раз повторю, это значит, что вы себя обесцениваете, обесцениваете себя и, наоборот, идеализируете ее, а человеку может быть, эээ, как бы, ну, далеко не всегда, эээ, приятно, и, наверное, далеко не всегда комфортно то, что вы, эээ, идеализируете его, вот. То есть, человеку ведь нужно соответствовать образу, как бы, вот, который вы, например, эээ, дали ему, вот. А это может быть тяжело и, эээ, там, как бы, слишком напряжно, к примеру, и так далее. То есть, вариантов, вариантов достаточно много. Вот. Так что здесь нужно, чтобы вы обязательно, вот, эээ, повышали свою, свою самооценку, вот. Чувство собственной значимости, вот. Определили свои собственные смыслы жизни и так далее. В этом, кстати, можно вам помочь. Дальше. С ней после этого не знаю, как жить. А после чего, эээ, вы не знаете, как с ней жить? То есть, что, собственно, произошло? Что, собственно, случилось-то? Ну, да, она выразила нежелание. Ну, да, она устала. Но, пока не доказано обратное, да, то есть, пока, эээ, совершенно очевидно не будет, что она, эээ, действительно вам, там, к примеру, изменяет, да, или у неё привыше любовник. Вот. До тех пор, эээ, нельзя считать, что она изменяет, и нельзя думать, что она какая-то плохая, или, там, что-то ещё, да. Вот. Эээ, человек просто устал, и она имеет на это право. Она имеет право отдалиться от вас, от страницы и так далее. Это мучительно. Если у неё есть сам чувство, но нет возможности с вами быть, это мучительно. Вот. Поэтому не совсем понятно, после чего вы именно, после чего именно вы не знаете, как с ней жить. На мой взгляд, это, эээ, тоже нужно исследовать, на мой взгляд, это тоже нужно разобрать, потому что, эээ, сейчас, сейчас вы, эээ, демонстрируете, эээ, такое, достаточно, ну, эгоистичное немного, эээ, поведение, да. Вот. И мне кажется, эээ, что вам оно на пользу не пойдёт. Ни вам, ни вашей жене. Вот. Что касается того, как это пережить, то здесь я могу с полной уверенностью сказать вам, что пережить это, эээ, вы можете, эээ, только раскрыть свои чувства. Просто раскрыть свои чувства, раскрыть свои эмоции. Вот. Раскрыть свои желания, свои потребности, которые, вот, может быть, эээ, ну, проявили себя сейчас. Увидеть, эээ, увидеть свои страхи и работать с ними. Вот. Вспомнить себя, ээээ, проводиться своими чувствами. Ээээ, найти смысл, найти смысл, найти смысл, это очень важно, найти смысл того, что вы сейчас делаете, найти свой собственный жизненный смысл, а не через другого человека. Вот. Вот. Понимаете? То есть, ээээ, ваши переживания сейчас связаны с тем, что привычная, привычная картинка мира, она разрушена. Вот. И вам нужно не то, не то, не то, не то, эээ, чтобы обязательно создать какую-то новую, да, ээээ, может, карти-картин. Вам нужно просто, эээ, восполнить пробел, который у вас есть сейчас. Этот пробел касается пока еще только вас. Ааа... Так что, настраивайтесь на работу с психологом. Если хотите для себя эту ситуацию адекватно разрешить. Настраивайтесь на работу с психологом и, соответственно, выбирайте себе специалиста и начинайте работать, эээээээ, с ним по проблемам, которые я указал, либо эээээ... которые вы для себя увидите после моего ответа, например. Ну или после ответа коллег. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы в себе отвлекаете и принижаете. Нажмите с этого, да. Что вы считаете в себе постыдным, что вы считаете в себе ужасным, что вы в себе отторгаете, отторгаете, для чего вам нужен комбинсатор, да, извне. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok